Часть третья, глава первая. Поминутно жалуются, что у нас нет людей практических. Что политических людей, например, много. Генералов тоже много, разных управляющих. Сколько бы ни понадобилось, сейчас можно найти каких угодно, а практических людей нет. Ничего нет ни до сих пор. По крайней мере, все жалуются, что нет. Даже говорят, прислуги на некоторых железных дорогах порядочной нет. Администрации чуть-чуть сносные. В какой-нибудь компании пароходов устроить говорить никак невозможно. Там слышно, как у кого-нибудь новооткрытые дороги столкнулись или провалились на мосту вагоны. Там пишут, что чуть не зазимовал поезд среди снежного поля. Поехали за несколько часов, а пять дней простояли в снегу. Там, рассказывают, многие тысячи пудов товару гниют на одном месте по два и по три месяца в ожидании отправки. А там, говорят, впрочем, даже и не верится. Один администратор, то есть какой-то зритель, какого-то купеческого приказчика, пристававшего к нему с отправкой своих товаров, вместо отправки администрировал по зубам. Да еще объяснил свой административный поступок тем, что он погорячился. Кажется, столько присутствованных мест в государственной службе, что и подумать страшно. Все служили, все служат, все намерены служить. Так как бы, кажется, из такого материала не составить какой-нибудь приличной компанийской пароходной администрации? На это сдают иногда ответ чрезвычайно простой. До того простой, что даже и не верят в таком объяснении. Правда, говорят, у нас все служили или служат. И уже 200 лет тянется это по самому лучшему немецкому образцу. От пращуров с правнуком. Но служащие-то люди и есть самые непрактические. И дошло до того, что отвлеченность и недостаток практического знания считали даже между самими служащими еще недавно чуть ли не величайшими добродетелями и рекомендацией. Впрочем, мы напрасно о служащих заговорили. Мы хотели говорить, собственно, о людях практических. Тут уж сомнения нет, что робость и полнейший недостаток собственной инициативы постоянно считался у нас главнейшим и лучшим признаком человека практического. Даже теперь считается. Но зачем винить только себя, если только считать это мнение за обвинение? Недостаток оригинальности и везде, во всем мире, с покон века считался всегда первым качеством. И лучшие рекомендации человека дельного, делового и практического. И по крайней мере, 99 сотых людей, это уж по крайней мере, всегда состояли в этих мыслях. И только разве одна сотая людей постоянно смотрела и смотрит иначе? Изобретатели и гении почти всегда при начале своего поприща, а очень часто и в конце считались в обществе не более как дураками. Это уж самое рутинное замечание, слишком всем известное. Если, например, в продолжении десятков лет все тащили свои деньги в ломбард и натащили туда миллиарды по 4%, то уж разумеется, когда ломбарда не стала, и все остались при собственной инициативе, то большая часть этих миллионов должна была непременно погибнуть в акционерной горячке и в руках мошенников. И это даже приличием и благонравием требовалось. И именно благонравием. Если благонравная робость и приличный недостаток оригинальности составляли у нас до сих пор по общепринятому убеждению неотъемлемое качество человека дельного и порядочного, то слишком непорядочно и даже неприлично было бы так слишком вдруг измениться. Какая, например, мать, нежная, любящая свое дитя, не испугается и не заболеет от страха, если ее сын или дочь чуть-чуть выйдут из рельсов? Нет уж, лучше пусть будет счастлив и проживет в довольстве и без оригинальности, думает каждая мать. А наши няньки, закачивая детей, спокон веку причитывают и припевают «Будешь в золоте ходить, генеральский чин носи». И так даже у наших нянек чин генерала считался за предел русского счастья и стало быть самым популярным национальным идеалом спокойного, прекрасного блаженства. И в самом деле, посредственно выдержав экзамен и прослужив 35 лет, кто мог у нас не сделаться наконец генералом и не скопить известную сумму в ломбарде? Таким образом, русский человек почти без всяких усилий достигал наконец звания человека дельного и практического. В сущности, не сделаться генералом мог у нас один только человек, один только человек оригинальный, другими словами, беспокойный. Может быть, тут и есть некоторые недоразумения, но говоря вообще, кажется, что это верно, и общество наше было вполне справедливо определяет свой идеал человека в практического. Тем не менее, мы все-таки наговорили много лишнего. Хотели же, собственно сказать, несколько пояснительных слов о знакомом нам семействе и понченых. Эти люди, или по крайней мере, наиболее рассуждающие члены в этом семействе, постоянно страдали от одного почти общего их фамильного качества, прямо противоположного тем добродействиям, о которых мы сейчас рассуждали выше. Не понимая фактов вполне, потому что его трудно понять, они все-таки иногда подозревали, что у них в семействе как-то все идет не так, как у всех. У всех гладко, у них шероховато. Все катятся по рельсам, а они поминутно вскакивают из рельсов. Выскакивают из рельсов. Все поминутно и благонравно робеют, а они нет. Лизавета Прокофьевна, правда, слишком даже пугалась, но все-таки это была не та благонравная светская рубль, по которой они тосковали. Впрочем, может быть, только одна Лизавета Прокофьевна и тревожилась. Девицы были еще молодые, хотя народ очень пронисательный и иронический, а генерал, хоть и проницал, не без пуготы, впрочем. Но в затруднительных случаях говорил только «хммм». И в конце концов возлагался упование на Лизавету Петрову, ой, Господи, Прокофьевну. Стало быть, на ней и лежал ответственность. Не то, чтобы, например, семейство это отличалось какой-нибудь собственной инициативой или выпрыгивало из рельсов по сознательному влечению к оригинальности, что было бы уж совсем неприлично. О, нет, ничего этого по-настоящему не было. То есть никакой сознательно поставленной цели, а все-таки, в конце концов, выходило так, что семейство Евгеньчинных, хотя и очень почтенное было, все же какое-то не такое, каким следует быть вообще всем почтенным семейством. В последнее время Лизавета Прокофьевна стала находить виноватую во всем одну себя и свой несчастный характер, отчего и увеличивались ее страдания. Она сама поминутно чистила себя глупую, неприличную чудачкой и мучилась от мнительности, терялась беспрерывно, не находила выхода в каком-нибудь самом изновленном столкновении вещей и поминутно преувеличивала беду. Еще в начале нашего рассказа мы упомянули, что Евгеньчины пользовались общим и действительным уважением. Даже сам генерал Иван Федорец, человек с происхождением темного, был бесспорно и с уважением принят везде. Уважение он и заслуживал, во-первых, как человек богатый и непоследний, и во-вторых, как человек вполне порядочный, хотя и недалекий. Но некоторая тупость ума, кажется, есть почти необходимое качество, если не всякого деятеля, то, по крайней мере, всякого серьезного наживателя денег. Наконец, генерал имел манеры порядочные, был скромен, умел молчать и в то же время не давать наступать себе на ногу, и не по одному своему генеральству, а и как честный, благородный человек. Важнее всего было то, что он был человек с сильной протекцией. Что же касается Бердизолиты Прокофьевны, то она, как уже объяснено выше, была из роду хорошего, хотя у нас народ смотрит не очень, если при этом нет необходимых связей. Но у нее оказались, наконец, и связи. Ее уважали и, наконец, полюбили такие лица, что после них, естественно, все должны были ее уважать и принимать. Сомнения нет, что семейные мучения были неосновательны, причинами или ничтожные, или смешного были преувеличены. Но если у кого бородавка на носу или на лбу, то ведь так и кажется, что всем только одно было и есть на свете, чтобы смотреть на вашу бородавку, над ней смеяться и осуждать вас за нее, хотя бы вы при этом открыли Америку. Сомнения нет, ведь в том, что в обществе Елизавету Прокофьевну действительно почитали чудачкой, но при этом уважали ее безборно. А Елизавета Прокофьевна стала не верить, наконец, в то, что ее уважают. В чем и была вся беда. Смотря на зачерей своих, она мучилась подозрением, что беспрерывно чем-то вредит их карьере, что характер ее смешон, неприличен и невыносим, за что, разумеется, беспрерывно обвиняла своих же дочерей и Ивана Федоровича, и по целым дням с ними ссорилась, любя их в то же время до самозабрения и чуть не до страсти. Всего более мучило ее подозрение, что и дочери установят и такие же точно чудачки, как и она, и что таких девиц, как и они, в свете не бывает, да и быть не должно. Нигилистки растут, да и только, говорила она про себя поминутно, в последний год, и особенно в самое последнее время. Эта грустная мысль стала все более и более в ней укрепляться. Во-первых, зачем они замуж не выходят, спрашивала она себя поминутно, чтобы мать мучить, в этом они цель своей жизни видят. И это, конечно, так, потому что все это новые идеи, все это проклятый женский вопрос. Разве не вздумала бы Аглая назад тому полгода обрезывать свои великолепные волосы? Господи, да у меня даже не было таких волос в мое время. Ведь уж ножницы были в руках, ведь уж на коленках только отмолила ее. Но это, положим, со злости делала, чтобы мать измучить, потому что девка злая, самодовольная, избалованная, но главное злая, злая. Но разве эта толстая Александра не потянула за ней тоже свои космы обрезывать? И уже не по злости, не по капризу, а искренно, как дура, которую Аглая же и убедила, что без волосы ей спать будет спокойнее, и голова не будет болеть. Сколько, 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 вот уже пять лет было у них женихов, и право же были люди хорошие, даже прекраснейшие люди случайно. Чего же они ждут, чего они идут? Только чтобы матери досадить, больше нет никакой причины, никакой, никакой. Наконец зашло было солнце и для ее материнского сердца. Хоть одна дочь, хоть Абелаида будет наконец пристроена, хоть одну спричдолу, говорила Елизавета Прокофьевна, когда приходилось выражаться вслух, про себя она выражалась несравненно нежнее. И как хорошо и как прилично обделалось все дело, даже в свете с почтением заговорили. Человек известный, князь, с состоянием, человек хороший, и ко всему тому пришелся ей по сердцу, чего ж кажется лучше. Но за Абелаиду она и прежде боялась менее, чем за других дочерей, хотя артистические ее наклонности и очень это смущали беспрерывно сомневающиеся сердца Елизаветы Прокофьевны. Да то характер веселый и при этом много благоразумный, не пропадет, стала быть, девка, утешалась она в конце концов. За Аглаю она более всех пугалась. Кстати сказать, насчет старшей Александры, Елизавета Прокофьевна и сама не знала, как будет, пугаться из нее или нет. То казалось ей, что совсем пропала девка, 25 лет, стало быть, и останется в детках и при такой красоте. Елизавета Прокофьевна даже плакала за нее по ночам, тогда как в те же самые ночи Александра Ивановна спала самым спокойным сном. Да что же она такое, нигилисткая или просто дура? Что не дура в этом, впрочем, у Елизаветы Прокофьевны не было никакого сомнения. Она чрезвычайно уважала суждение Александры Ивановны и любила с нею советоваться. Но что мокрая курица, в этом сомнения нет никакого. Спокойно до того, что и растолкать нельзя. Впрочем, и мокрая курица неспокойнее. Фу, сбилась я с ними совсем. У Елизаветы Прокофьевны была какая-то необъяснимая сострадательная симпатия к Александре Ивановне, больше даже, чем к Аглая, которая была ее идолом. Но желчный выход, чем главное, и проявлялась ее материнские заботливость и симпатия. Задирания, такие названия, как мокрая курица, только смешили Александру. Доходило она до того, что самые пустейшие вещи сердили Елизавету Прокофьевну ужасно и выводили из себя. Александра Ивановна любила, например, очень подолгу спать и видела обыкновенно много снов. Но сны ее отличались постоянно какой-то необыкновенной пустотой и невинностью семилетнему ребенку в пору. Так вот, даже эта невинность снов стала раздражать почему-то мамашу. Раз Александра Ивановна увидела во сне девять куриц, и из-за этого вышла формальная ссора между ней и матерью. Почему? Трудно объяснить. Раз только один раз удалось ей видеть раз только один раз удалось ей видеть во сне нечто как будто оригинальное. Она увидела монаха одного в темной какой-то комнате, в которой она все с торжеством Елизавете Прокофьевне бил неохватавшими сестрами. Но мамаша опять рассердилась и всех трех обозвала дурами. Спокойно, как дура, ведь уж совершенно мокрая курица. Растолкать нельзя, а грустит совсем иногда. О чем она горюет? О чем? Иногда она задавалась в вопросе Ивану Федоровичу и по обыкновению своему истеричен. Иван Федорович гумкал, хмурился, пожимал плечами и решал, наконец, разведя свои руки, Иван Федорович разрывалась наконец, как бомба Елизавета Прокофьевна. Не такого в своих суждениях и приговорах, как вы, Иван Федорович, не такого в ночь спасался немедленно, а Елизавета Прокофьевна успокаивалась после своего разрыва. Разумеется, в тот же день был необыкновенно внимательным, тихо и ласково и почтительным к Ивану Федоровичу, грубому своему, грубияну Ивану Федоровичу, уважаемому своему Ивану Федоровичу, потому что она всю жизнь любила и даже влюблена была в своем Ивана Федоровича, о чем отлично, знал и бесконечно уважал за это свою Ивану Федоровичу, но главным и постоянным мучением ее была Аглая, совершенно, совершенно как я, мой портрет во всех отношениях говорила про себя Ивану Федоровичу, и Завета Прокофьевна, самовольный, скверный бесенок, нигилистка, чудачка, безумная, злая, злая, о господи, как она будет несчастна, но, как мы уже сказали, зашедшее солнце все было смягчило и осветило на минуту. Был почти месяц жизни Лизаветы Прокофьевны, в которой она совершенно было отдохнула от всех беспокоить. По поводу близкой свадьбы двоими заговорили в свете и об Аглае, и при этом Аглая обижала себя везде так прекрасно, так ровно, так умно, так победительно, гордо немножко, но ведь это к ней так идет, так ласково, так приветливо была целый месяц к матери. Правда, этого Евгения Павловича надо еще очень-очень рассмотреть, раскусить его надо, да и Аглая, кажется, не очень-то больше других его жалует. Все-таки стала вдруг такая чудная девушка, и как она хороша, боже, как она хороша, день ото дня лучше, и вот, и вот только что показался этот скверный князишка, этот дреной идиотишка, и все опять взбаламутилось, все в доме вверх в ум пошло. Что же однако случилось? Для других бы ничего не случилось, наверное, но тем-то и отличалась Лизавета Прокофьевна, что в комбинации и в путанице самых обыкновенных вещей, сквозь присущее ей всегда беспокойство, она успевала всегда развлечь что-то такое, что пугало ее иногда до болезни, самым мнительным, самым невеснимым страхом, а стало быть и самым тяжелым. Каково же ей было, когда вдруг теперь сквозь всю бедствовочь смешных и неосновательных беспокойств действительно стала проглядывать нечто как будто и в самом деле важное, нечто как будто и в самом деле стоившее и тревог, и сомнений, и подозрений. И как смели, как смели мне это проклятое анонимное письмо написать про эту тварь, что она согла и сношениях, думала Елизавета Петровна всю дорогу, пока тащила с тобой князя и дома, когда усадила его за круглым столом, около которого было в бою все семейство, как смели подумать только об этом. Да я бы умерла со стыда, если поверили хоть капельку, или Агла это письмо показала. Эдакие насмешки на нас, наипончины. И все, все через Ивана Федоровича, все через вас, Иван Федорович. Ах, зачем не переехали на Елагин? Я ведь говорила, что на Елагин. Это, может быть, Валька письмо написала, я знаю, или, может быть, во всем Иван Федорович виноват. Это над ним эта тварь эту шутку выкинула в память прежних связей, чтобы в дураки его выставить, точно так, как прежде над ним, как над дураком хохотала, за нос водила, когда он, еще он ей жемчуги возил. А в конце концов, все-таки мы замешаны, все-таки дочки ваши замешаны, Иван Федорович. Деви, барышни, лучшего общества, барышни, невесты, они тут находились, тут стояли, все выслушали, да и в истории с мальчишками тоже замешаны, радуйтесь, тоже тут были и слушали. Не прощу же, не прощу же я этому княжке, никогда не прощу. А почему могла я три дня в истерике, почему с сестрами чуть не перессонилась, даже с Александрой, у которой всегда целовала руки, как у матери, так уважала. Почему она три дня всем в загадке загадывает, что тут за Гавриила Иволгин, почему она вчера и сегодня Гавриилу Иволгина хвалить принималась и расслабилась, почему про этого проклятого рыцаря бедного в этом анонимном письме упомянуто, тогда как она письмо от князя даже с сестрам не показала. И почему, зачем, зачем я к нему, как угорелая кошка, теперь прибежала и сама же его сюда притащила. Господи, я с ума и отошла. Что я тебе наделала? С молодым человеком про секреты дочери говорить, да еще, да еще про такие секреты, которые чуть не самого его касаются. Господи, хорошо еще, что он идиот и друг дома. Только неужели жаглая пристелась на такого уродика? Господи, что я плету? Чфу! Оригиналы мои под стеклом надо нас всех показывают, меня первую по десяти копеек за вход. Не прощу я вам этого, Иван Федорович, никогда не прощу. И почему она теперь его не шпигует? Обещала шпиговать, и вот не шпигует. Вон, вон, во все глаза на него смотрит, молчит, не уходит, стоит, а сама же не велела ему приходить. Он весь бледный сидит, и проклятый, проклятый болтун Евгений Павлович всем разговором один завладел. Ишь, разливается, слова, слова вставить не дает. Я бы сейчас про все узнала, только бы речь навести. Князь действительно сидел, чуть не бледный, за круглым столом оказалось было в одно и то же время в чрезвычайном страхе и мгновениями в непонятном и захватывающем душу восторге. О, как он боялся взглянуть в ту сторону, в тот угол, откуда пристально смотрели на него два знакомых черных глазах. В то же самое время, как замирало на счастье, что сидит здесь опять между ними, услышит знакомый голос после того, что она ему написала. Господи, что-то она скажет теперь. Сам он не выголвил еще ни одного слова, и женя слушал развалившегося Евгения Павловича, который резко был в таком довольном и возбужденном состоянии духа, как теперь, в этот вечер. Князь слушал его и долго не понимал почти ни слова. Кроме Ивана Федоровича, который не возвращался еще из Петербурга, все были в сборе. Князь был тоже тут. Кажется, собирались немного погодян до чая идти, слушать музыку. Теперьшний разговор завязался поедем до прихода князя. Скоро проскользнул на террасу вдруг откуда-то явившийся Коля. Стало быть, его принимают здесь по-прежнему, подумал князь про себя. Дача панчаны была роскошная дача во вкусе швейцарской хижины, изящно убранная со всех сторон цветами и листьями. Среди сторон ее окружал небольшой но прекрасный цветочный сад. Сидели все на террасе, как и у князя, только терраса была несколько обширнее и устроена щеголевать. Тема завязавшегося разговора казалась была во многом немногим по сердцу. Разговор как можно было догадаться начался из-за нетерпеливого спора. Конечно, всем бы хотелось переменить сюжет, но Евгений Павлович казалось, чем больше, тем больше упорства и не смотрел на впечатление. Приход к ней как будто возбудил его еще более. Из-за этого Прокофьевна хмурилась, хотя и не все понимала. Аглая, сидевшая в стороне почти в углу, не уходила, слушала и упорно молчала. «Позвольте, с жаром возражал Евгений Павлович, я ничего не говорю против либерализма. Либерализм не есть грех. Это необходимая составная часть всего целого, которая без него распадется или замертвеет. Либерализм имеет такое же право существовать, как и самый благонравный консерватизм. Но я на русский либерализм нападаю, нападаю и опять-таки повторяю, что за то, собственно, и нападаю на него, что русский либерал не есть русский либерал, а есть нерусский либерал. Дайте мне русского либерала, и я его сейчас же при вас поцелую. Если только он захочет вас целовать, сказала Александра Ивановна, бывшая в необыкновенном возбуждении. Даже щеки ее размять здесь более обыкновенную. Ведь вот, подумала про себя Елизавета Прокофьевна, то спит, доест, не растолкаешь, а то вдруг подымется раз в год и заговорить так, что только руки на нее разводишь. Князь заметил ментом, что Александре Ивановне, кажется, очень не нравится, что Евгений Павлович говорит слишком весело, говорит на серьезную тему и как будто горячится, а в то же время как будто и шутит. Я утверждал сейчас, только что перед вашим приходом, князь, продолжал Евгений Павлович, что у нас до сих пор гибералы были только из двух слоев, прежнего помещичьего, упраздненного и семинарского. А так как оба засловия обратились наконец в совершенные кафты, в нечто совершенно от нации особливое, и чем дальше, тем больше, от поколения к поколению, то стало быть и все то, что они делали и делают, было совершенно ненациональное. Как? Стало быть, все, что сделано, все нерусское, возойдет мяще? Ненациональное. Хоть и по-русски, но ненациональное. И либерал у нас нерусский, и консерваторы, а и либерал у нас нерусский, и консерваторы нерусские. Все. И будьте уверены, что нация ничего не признает из того, что сделано помещиками и семинаристами. Ни теперь, ни после. Вот это хорошо. Как можете утверждать такой парадокс, если только это серьезно? Я не могу допустить таких выходок насчет русского помещика. Вы сами русский помещик, горячо возражал пнящик. Да ведь я и не в том смысле о русском помещике говорю, как вы принимаете. Со слове почтенное, хоть по тому, уж одному, что я к нему принадлежу. Особенно теперь, когда оно перестало существовать. Неужели и в литературе ничего не было национального, перебила. Я в литературе не мастер, но и русская литература, по-моему, вся не русская, кроме разве Ломоносова, Пушкина и Гоголя. Во-первых, это немало, а во-вторых, один из народа, а другие два помещики, засмеялась своё, своё собственное, ни у кого не заимствованное, то тем самым эти трое и стали тотчас национальными. Кто из русских людей скажет, напишет или сделает что-нибудь своё, своё, неотъемлемое и не заимствованное, тот неминуемо становится национальным. Хотя бы он и по-русски плохо говорил. Это для меня аксиома. Но мы не об литературе начали говорить. Мы заговорили о социалистах. И через них разговор пошёл. Ну, так я утверждаю, что у нас нет ни одного русского социалиста. Нет и не было, потому что все наши социалисты тоже из помещиков или семинаристов. Все наши отъявленные, афишованные социалисты, внешние, так и заграничные, больше ничего, как либералы из помещиков времён крепостного права. Что вы смеёте? Дайте мне их книги, дайте мне их учения, их мемуары. И я, не будучи литературным критикам, берусь написать вам убедительнейшую литературную критику, в которой докажу ясно, как что каждая страница из книг, брошюр, мемуаров написана прежде всего прежним русским помещикам. помещикам. Их злоба, негодование, остромия помещичи, даже дофамусовские. Их восторг, их слёзы настоящие, может быть, искренние слёзы, но помещичи. Помещичи или семинарские. Вы опять смеетесь? И вы, и вы смеётесь, князь? Тоже не согласны? Действительно, все смеялись, усмехнулся и князь. Я так прям не могу ещё сказать, согласен я или не согласен, произнёс князь, вдруг перестав усмехаться и вздрогнул с видом пойманного школьника. Но уверяю вас, что я слушаю вас чрезвычайно. Говоря это, он чуть не задыхался и даже холодный пот высыпал у него на лбу. Это были первые слова, произнесённые им с тех пор, как он тут сидел. Он попробовал было оглянуться кругом, но не посмел. Евгений Павлович поймал его жест и улыбнулся. «Я вам, господа, скажу факт», продолжал он с прежним тоном, то есть как будто с необыкновенным увлечением и жаром, и в то же время чуть не смеять. Может быть, чуть не смеять, может быть, над своими же собственными словами. «Факт наблюдения и даже открытие, которого я имею честь приписывать себе и даже одному себе, по крайней мере, об этом не было ещё нигде сказано или написано». В факте это выражается вся сущность русского либерализма, того рода, о котором я говорю. Во-первых, что же и есть либерализм, если говорить вообще как не нападение, разумное или ошибочное, это другой вопрос, на существующие порядки вещей. Ведь так? Ну, так факт мой состоит в том, что русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок. Не на русские порядки, а на самую Россию. Мой либерал дошёл до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьёт свою мать. Сегодня пора, да? Каждый несчастный и неудачный русский фах возбуждает в нём смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю. Всё. Если есть для него оправдание, так ради в том, что он не понимает, что делает, и свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм. О, вы часто встретите у нас либералы, которому аплодируют остальные, который может быть в сущности самый нелепый, самый тупой и опасный консерватор и сам не знает того. Эту ненависть к России. Ещё не так давно иные либералы наши принимали чуть не заистинную любовь к Отечеству и хвалились тем, что видят лучше других, в чём она должна состоять. Но теперь уже стали откровения и даже слово любовь к Отечеству стали стыдиться. Даже понятия изгнали и устранили как вредное и ничтожное. Факт этот верный. Я стою за это. И надо же и надо же было высказать, когда-нибудь правду вполне просто и откровенно. Но факт этот в то же время и такой, которого нигде и никогда в каком веку и ни в одном народе не бывало и не случалось. А стало быть, факт это случайный, может быть, и может пройти. Я согласен. Такого не может быть либералом нигде, который бы самое отечество свое ненавидел. Чем же это все объяснить у нас? Тем самым, что и прежде. Тем, что русский либерал есть пока еще не русский либерал. Больше ничего, по-моему. Я принимаю все, что ты сказал, за шуткой, Евгений Павлович, серьезно возле князь Че. Я всех либералов не видала и судить не берусь, сказала Александра Ивановна. Но с негодованием вашу мысль выслушала. Вы взяли частные случаи и вызвали в общее правило, а стало быть, привитали. Частные случаи? А, слово произнесено, подхватил Евгений Павлович. Князь, как вы думаете, частные это случаи или нет? Я тоже должен сказать, что я мало видела и мало был с либералами, сказал князь. Но мне кажется, что вы, может быть, несколько правы и что тот русский либерализм, о котором вы говорили, действительно отчасти наклонен ненавидеть самую Василию, а не одни только ее порядки вещей. Конечно, это только отчасти, конечно, это никак не может быть для всех своей веры. Он замял и не докончил. Несмотря на все волнение свое, он был случайно заинтересован разговором, князя была одна особенная черта, состоявшая в необыкновенной наивности внимания, с каким он всегда слушал что-нибудь его интересовавшее и ответов, какие давал, когда при этом к нему обращались с вопросами. В его лице и даже в положении его корпуса как-то отражалась эта наивность, эта вера, не подозревающая ни насмешки, ни юмора. Но хоть Евгений Павлович давно уже обращался к нему не иначе, как с некоторым особенным смешком, но теперь при ответе его как-то очень серьезно посмотрел на него, точно совсем не ожидал от него такого ответа. Так вот бы как, однако, странно, проговорил он, и вправду вы серьезно отвечали мне, князь? Да, разве вы не серьезно спрашивали? Возразил тот в удивлении. Все засмеялись. Верьте ему, сказала Галаида. Евгений Павлович всегда из всех дурачен. Если бы вы знали, о чем он иногда пресерьезно рассказывает. По-моему, это тяжелый разговор, и не заводить бы его совсем, резко заметил Александр. Хотели идти гулять? А пойдемте вечер прелестный, скричал Евгений Павлович. Но чтобы доказать вам, что в этот раз я говорила совершенно серьезно, и главное, чтобы доказать это князю, вы, князь, чрезвычайно меня заинтересовали и клянусь вам, что я не совсем такой пустой человек, каким непременно должен казаться. У тебя и в самом деле пустой человек. И если позволите, господа, я сделаю князю еще один последний вопрос и собственного любопытства. И мы кончим. Этот вопрос мне как нарочно два часа тому назад пришел в голову. Видите, князь, я тоже иногда серьезные вещи обдумываю. Я его решил, но посмотрим, что скажет князь. Сейчас сказали про частный случай. Словство это очень у нас знаменательное. Его часто слышишь. Недавно все говорили и писали об одном ужасном убийстве шести человек этим молодым человеком и о странной речи защитника, где говорится, что при бедном состоянии преступника ему, естественно, должно было прийти в голову и убить этих шесть человек. Это не буквально, но смысл, кажется, тот или подходит к тому. По моему личному мнению, защитник, заявляя такую странную мысль, был в полнейшем убеждении, что он говорит самую либеральную, самую гуманную и прогрессивную вещь, какую только можно сказать в наше время. Ну так как по-вашему будет? Это извращение понятия убеждения, это возможно кривого и замечательного взгляда на дело. Если это случай частный или общий, все захохотали. Частный, разумеется, разумеется, частный, засмеялись Александра и Адалаида. И позволю опять напомнить, Евгений Павлович, прибавил князь, что шутка твоя слишком уж износилась. Как вы думаете, князь, не заслушал Евгений Павлович, поймав на себе любопытный и серьезный взгляд князя Николаевича. Как вам кажется, частный этот случай или общий? Я признаюсь для вас и выдумал этот вопрос. Нет, не частный, тихо, но твердо проговорил князь. Помилуйте, Лев Николаевич, снецовой досадой скричал князь, вы не видите, что это он вас ловит. Он решительно смеется и именно вас предположил поймать на зубок. Я думал, что Евгений Павлович говорит серьезно, попросил князь и потупил в глаза. Мир князь, продолжал князь, да вспомните, о чем мы с вами говорили один раз месяц три там назад. Мы именно говорили о том, что в наших молодых новооткрытых судах можно указать уже не столько замечательных и талантливых защитников, а сколько в высшей степени замечательных решений, присяжных. Как вы сами радовались, как я на вашу радость тогда радовался, вы говорили, что гордиться можем. А это неловкая защита, этот странный аргумент, конечно, случайность, единица между тысячами. князь Лев Николаевич подумал, но с самым убеждением, с самым убежденным видом, хотя тихо и даже как будто робко, выговаривал, ответил. Я только хотел сказать, что искажение идей и понятий, как выявился Евгений Павлович, встречается очень часто. Есть гораздо более общий, чем частный случай, к несчастью. И до того, что если бы это искажение не было таким общим случаем, то может быть не было бы и таких невозможных преступлений, как эти. Невозможных преступлений, но уверяю же вас, это точно такие же преступления и может быть еще ужаснее. И, по-моему, еще очень долго будет повторяться. Разница в том, что у нас прежде было меньше гласности, а теперь стали вслух говорить и даже писать о них, потому-то и кажется, что эти преступники теперь только и появились. Вот в чем ваша ошибка. Чрезвычайно наивная ошибка с меня, северяю вас, на смешливый воздух в мозг ни с чем. Я сам знаю, что преступлений прежде было очень много и таких же ужасных. Я еще недавно во строгах был, и с некоторыми преступниками и подсудимыми мне удалось познакомиться. Есть даже страшнее преступления, чем этот, убивший по десяти человек, совсем не раскаиваясь. Но я вот что заметил при этом, что самый закоренелый и не раскаянный убийца все-таки знает, что он преступник, то есть по совести считает, что он нехорошо поступил, хоть и без всякого раскаяния. И таков всякий из них. А эти, ведь, о которых Евгений Павлович говорила, не хотят себя даже считать преступниками и думают про себя, что право имели и даже хорошо поступили, то есть почти ведь так. Вот в этом то и состоит, по-моему, ужасная разница. И заметьте, все это молодежь, то есть именно такой возраст, в котором всего легче и беззащитнее можно подпасть под извращение идей. Князь еще уже не смеялся и с недоумением выслушал князя. Александра Ивановна, даже давно уже хотевшая что-то заметить, замолчала. Точно, какая-то особенная мысль остановила ее. Евгений же Павлович смотрел на князя в решительном удивлении, на этот раз уже без всякой усмешки. Да вы что-то на него удивляетесь, государь мой, неожиданно наступила слеза это прокутно. Что он глупее вас, что ли, что не мог по-вашему рассудить? Нет, я не про то сказала, Евгений Павлович. Но только как же вы, князь, извините за вопрос, если вы так это видите и замечаете, то как же вы, извините меня, опять, в этом странном деле, вот что на днях было, Бурдовского, кажется, как же вы не заметили такого же извращения идей и нравственных убеждений. Точь-в-точь ведь такого же. Мне тогда показалось, что вы совсем не заметили. А вот что батюшка разгорячилась за это Прокофьевна. Мы вот все заметили, сидим здесь и хвалимся пред ним. А вот он сегодня письмо получил от одного из них, от самого-то главного, угреватого. Помнишь, Александра? Он прощение в письме у него просит, хоть и по своему манеру, и извещает, что того товарища бросил, который его поджигал тогда. Помнишь, Александра? И что князь теперь больше верит. Ну, а мы такого письма еще не получили, хоть нам и не учиться здесь нос перед ним поднимать. А Иполит тоже приехал к нам сейчас на дачу, крикнул Коля. Как? Уже здесь тревожился князь? Только что вы ушли с Лизаветой Прокофьевной, и, пожалуй, я его перевез. Ну, бьюсь же об заклад, так и вскипела вдруг Лизавета Прокофьевна, совсем позабыла, что сейчас же князя хвалила. Об заклад, бьюсь, что он ездил вчера к нему на чердак, и прощения у него на коленях просил, чтобы эта злая злючка удостовала себе сюда приехать. Едем вчера, сальник признавался давеча, так или нет, не так. Стоял вы на коленках или нет, совсем не стоял, крикнул Коля, а совсем напротив, и политу князя руку вчера схватил и два раза поцеловал. Я сам видел, тем и кончилось все объяснение, кроме того, что князь просто сказал, что ему легче будет на даче, и тот мигом согласился переехать, как только станет легче. Вы напрасно, Коля пробормотал князь, вставая и хватаясь за шляпу. Зачем вы рассказываете, я... Куда это остановила Лизавета Прокофьевна? Не беспокойтесь, князь, продолжал воспламененный Коля. Не ходите и не тревожьте его, он с дороги заснул. Он очень рад, и знаете, князь, по-моему, гораздо лучше, если вы не нынче встретитесь, даже до завтра отможете, а то он опять сконфудится. Он даже чего-то говорил, что уже целые полгода не чувствовал себя так хорошо и в силах, даже кашлял втрое меньше. Князь заметил, что Аглая вдруг вышла из своего места и подошла к столу. Он не смел на нее посмотреть, но он чувствовал всем существом, что в это мгновение она на него смотрит, и может быть смотрит грозно, что в черных глазах ее непременно негодование и лицо вспыхнуло. А мне кажется, Николай Ардамич, что вы его напрасно сюда перевезли, если это тот самый чахоточный мальчик, который тогда заплакал и к себе звал на похор, не заметил Евгений Павлович. Он так красноречиво тогда говорил про стену соседнего дома, что ему непременно взгрустнется по этой стене, будьте уверены. Правду сказал, рассорится, подерется с тобой и уедет, вот тебе сказ. Елизавета Прокослина с достоинством придвинул к себе козинку своим шитьем, забыв, что уже все поднимались на прогулку. Я припоминаю, что он стеной это очень хвастался, подхватил опять Евгений Павлович. Без этой стены ему нельзя будет красноречиво умереть, а ему очень хочется красноречиво умереть. Так что же про бормоталки, если вы не захотите ему простить, так он и без вас помретит. Теперь он для деревьев переехал. О, с моей стороны я ему прощаю, можете ему это передать. Это не так надо понимать, тихо и как будто нехотя ответил князь, продолжая смотреть в одну точку на полу и не поднимая глаз. Надо так, чтобы и вы согласились принять от него прощение. Я-то в чем тут, в чем я перед ним виноват. Если вы не понимаете, но вы ведь понимаете, ему хотелось тогда всех вас благословить и от вас благословение получить. Вот и все. Милый князь, когда опасно подхватил поскорее князь, перегнувшись кое-кем из присутствующих. Рай на земле нелегко достается, а вы все-таки несколько на рай рассчитываете. Рай ведь вещь трудная, князь, гораздо труднее, чем кажется вашему прекрасному сердцу. Перестанемте лучше, а то мы все опять, пожалуй, сконфутимся, и тогда пойдемте на мужику, редко проговаривали за это про кофе, засердито поднимаясь с места. За ней устали и все. Глава вторая. Князь вдруг подошел к Евгению Павловичу. Евгений Павлович сказал ему в странную гадячность, схватив его за руку, будьте уверены, что я вас считаю за самого благороднейшего и лучшего человека, несмотря ни на что. Будьте в этом уверены. Евгений Павлович даже отступил на шаг от удивления. Мгновение он удерживал от нестерпимого припадка смеха, но, приглядевшись ближе, он заметил, что князь был как бы не в себе, по крайней мере, в каком-то особенном состоянии. Бейся в заклад, кричал он, что вы, князь, хотели совсем никто сказать, можно совсем не мне. Ну что с вами, не дурно ли вам? Может быть, очень может быть, и вы очень тонко заметили, что может быть. Я не к вам хотел подойти. Сказав это, он как-то странный, даже смешно улыбнулся, но вдруг, как бы развлечившись, воскликнул. Не напоминайте мне про мой поступок три дня назад. Мне очень стыдно было эти три дня. Я знаю, что я виноват. Да, 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 да что же вы такого ужасного сделали? Я вижу, что вам может быть из-за меня всех стыкнеет Евгений Павлович. Вы краснеете, это черта прекрасная на сердце. Я сейчас уйду, будьте уверены. Да что это он? Припадки, что у него так начинаются? Испуганно обратилась Лизаэта Прокофьевна к Коле. Не обращайте внимания, Лизаэта Прокофьевна, у меня не припадок, я сейчас уйду. Я знаю, что я обижен природой. Я был 24 года болен до 24-летнего возраста от рождения. Примите же, как из больного и теперь. Я сейчас уйду, сейчас, будьте уверены. Я не краснею, потому что от этого странно же краснеть, не правда ли? Но в обществе я лишний, я не от самолюбия. Я в эти три дня передумала и решила, что я вас искренне, благородно, должен уведомить при первом случае. Есть такие идеи, есть высокие идеи, о которых я не должен начинать говорить, потому что я непременно всех насмешу. Не ощущая про это самое, мне сейчас напомню. У меня нет жеста приличного, чувства меры нет, у меня слова другие, они соответственные мысли. А это унижение для этих мыслей. И потому я не имею права, к тому же я мнительна. Я убежден, что в этом доме меня не могут обидеть и любят меня более, чем я отстою. Но я знаю, я ведь, наверное, знаю, что после 20 лет болезни примерно должно было что-нибудь доостаться. Так что нельзя не смеяться надо мной иногда. Ведь так? Он как бы ждал ответа и решения, взираясь кругом. Все стояли в тяжелом недоумении от этой неожиданной, болезненной и, казалось бы, во всяком случае, беспричинной выходки. Но эта выходка подала повод к странному эпизоду. «Для чего вы это здесь говорите?» вдруг скричала Аглая. «Для чего вы это им говорите?» «Им, им». Казалось, она была в последней степени негодованием. Глаза ее металлийские. Князь стоял перед ней немой и безгласный и вдруг обретнул. «Здесь ни одного нет, который бы стоил таких слов», разразила Аглая. «Здесь все, все не стоят вашего мизинца, ни ума, ни сердца вашего. вы честнее всех, благороднее всех, лучше всех, добрее всех, умнее всех. Здесь есть недостойные нагнуться и поднять плато, которое вы сейчас уронили. «Для чего же вы себя унижаете и ставите ниже всех? Зачем вы все в себя исковеркали? Зачем вас гордости нет? Господи, можно ли было подумать?» сплеснула руками Елизавета Прокофина. «Рыцарь бедный! Ура!» крикнул в упоении Коля. «Молчите! Как смеют меня здесь обижать в вашем доме?» набросила вдруг Аглая на Елизавету Прокофину. Уже в том истерическом состоянии, когда не смотрит ни на какую черту и переходит всякое препятствие. «Зачем меня все все до единого мучают? Зачем они, князь, все три дня пристают ко мне из-за вас? Я ни за что за вас не выйду замуж. Знаете, что ни за что и никогда. Знаете это. Разве можно выйти за такого смешного, как вы? Вы посмотрите теперь в зеркало на себя, как вы стоите теперь. Зачем? Зачем они дразят меня, что я за вас выйду замуж? Вы должны это знать. Вы тоже в заговоре с ними. Никто никого не дразнил, проворотал в испуге Аделаида. На уме ни у кого не было, слова такого не было сказано, скричала Александра Ивановна. «Кто вдруг?» «Что?» «Удивление Николова не в ужасе протянула вдруг Лизаида Прокофьевна. Что такое?» Она ушам своим не хотела верить. «Я хотел сказать, я хотел сказать, заторпетал князь, я хотел только изъяснить, быстро взглянула на него и на всю его испуганную фигуру, сообразила его слова и вдруг разродилась хохотом прямо ему в глаза, таким веселым и неудержимым, хохотом, таким смешным и насмешливым хохотом, что Аделаида первая не выдержала, особенно когда тоже поглядела на князя, бросилась в сети, обняла ее и захохотала таким же неудержимым, школьнически веселым смехом, как и та. Глядя на них, вдруг стал улыбаться и князь и с радостным и счастливым выражением стал повторять «Ну, слава Богу, слава Богу!» Тут уже не выдержала Александра и захохотала с его сердцем. Сказала этому хохоту всех трех и конца не будет. «Ну, сумасшедший!» провормотала Лизавета Прокопьевна. «То напугают, а то...» Не смеялся уже, но смеялся уже и князь еще, смеялся и Евгений Павлович, хохотал Коле безумоку, хохотал, глядя на всех и князь. «Пойдемте гулять, пойдемте гулять!» кричала Аделаида. «Все вместе непременно князь с нами! Незачем вам уходить, милый человек!» «Что за милый он человек, Аглаев?» «Не правда ли, мамаша?» «К тому же я непременно, непременно должна его поцеловать и обнять за его объяснение сейчас с Аглаей. «Мама, милая, позвольте мне поцеловать его!» «Аглая, позволь мне поцеловать твоего князя!» крикнула Шалуни и действительно подскочила к князе и поцеловала его в лоб. Тот схватил ее руки, крепко сжал, так что Аделаида чуть не вскрипнул. «Куда ледишь?» И с бесконечной радостью поглядел на нее и вдруг быстро поднес «Записал» еще «Куда ледишь?» «Чего?» «Куда ледишь?» Это я тебе крикнула, что ты глаз мою не трогал. «У тебя из глаз течет чего-то». «Ну да». «Ты мне рисунок там?» «Да ладно». «Чтоб потом выразить этот ненужный препятствий с глазом и так далее». «Не трогай твой глаз». «Идет с молодой князь, вы меня поведете. Можно это, мама, отказавшему мне жениху? Ведь вы уж меня отказались от меня отказались навеки, князь?» «Да не так, не так подают руку даме. Разве вы не знаете, как надо взять под руку даму?» «Вот так, пойдемте. Мы пойдем спереди всех. Хотите вы идти спереди всех?» «Тет-а-тет». Она говорила безумовку и все еще смеясь порывами. «Слава Богу, слава Богу», проделали Александру Абилариду, которые с какой-то уж слишком особенной готовностью смеялись его шутком до того, что он стал мельком подозревать, что они, может быть, совсем его и не слушали. От этой мысли он вдруг и не объясняя причины, расхотался, наконец, чрезвычайно и совершенно искренне. Такого уже был характер. Сестры, бывшие, впрочем, в самом праздничном настроении, беспрерывно поглядывали на Аглаю князя, шедших впереди. Винно было, что младшая сестрица задала им большую загадку. Князья все старался заговаривать слезы этой прокосленной, обещав, что сторонник, может быть, чтобы развлечь ее, и надоел ей ужасно. Она, казалось, была совсем с разбитыми мыслями, отвечала не в попас и не отвечала иной раз совсем. На загадке Аглая Ивановна еще не кончилась в этот вечер. Последняя пришлась на долю уже одного князя. Сюда отошли шагов сто отдачи. Аглая быстрым полушёботом сказала своему упорно молчавшему кавалеру. Поглядите направо, князь углянул. Поглядите внимательно, видите, в ту скамейку в парке вот здесь три больших дерева, зеленая скамейка. Князь ответил, что вид. Нравится же вам местоположение. Я иногда рано, часов в семь утра, когда все еще спят, всегда одна прихожу сидеть. Князь пробормотал, что местоположение прекрасное. А теперь идите от меня. Я не хочу с вами больше идти под руку. Или лучше идите под руку, но не говорите со мной ни слова. Я хочу одна думать про себя. Предупреждение в всяком случае напрасное. Князь, наверное, не выговорил бы ни одного слова во всю дорогу и без приказания. Сердце его застучало ужасно, когда он выслушал о скамейке. Через минуту надумался и со стыдом прогнался в нелепую мысль. В Павловском вокзале по Бутнику, как известно, и как все, по крайней мере, все, по крайней мере, утверждают, публика собирается избраннее, чем по воскресеньям и по праздникам, когда наезжают всякие люди из города. туалеты не праздничные, но и вязчные. На музыку сходиться принято. Оркестр, мы бы действительно лучший из наших садовых оркестров играет вещи новую. На вокзале играл оркестр? Кажем день, что ли? Интересно. Да? Ну, прощи всю фразу сначала. М? Прочи всю фразу сначала. Ну, а что? Оркестр, может быть, действительно на музыку сходиться принято. А хотя, может быть, им не на вокзале. В Павловском вокзале по Бутню, как известно, и как все, по крайней мере, утверждают, публика собирается избраннее, чем по воскресеньям и по праздникам, когда наезжают всякие люди из города. Туалеты не праздничные, но изящные. На музыку сходиться принято. Оркестр, может быть, действительно лучший из наших садовых оркестров играет вещи новые. Приличие и чинность чрезвычайные, несмотря на некоторый общий вид семейственности и даже интимности. Ну, понятное дело, что на даче вокзал это единственное такое, ну, как бы, публичное место. Что там еще? Деревище, да? Поэтому, он выполняет всякие функции, не только вокзалы. Знакомые все дачники сходятся оглядывать друг друга. А потом же там принято было с оркестром встречать поезда некоторые. По всякому поводу, без поводу. знакомые все дачники сходятся оглядывать друг друга. Многие исполняют это с истинным удовольствием и приходят только для этого. Но есть и такие, которые ходят для одной музыки. Скандалы необыкновенные веки, хотя, однако, бывают даже и в губе. Но без этого ведь невозможно. На этот раз вечер был прелестный, да и публике было довольным. Все места около игравшего оркестра были заняты. Наша компания уселась на стульях несколько в стороне, близ самого левого выхода из вокзала. Толпа музыка несколько оживили Елизавету Прокофьевну и развлекли барышей. Они успели повернуться кое с кем из знакомых и издали любезность хивнуть к кой кому головой. Успели оглядеть костюмы, заметить какие-то странности, переговорить о них, насмешливо улыбнуться. Евгений Павлович тоже очень часто раскланивался на оглаве князя, которые еще были вместе, кое-кто уже обратили внимание. Скоро к маменьке и к барышне подошли кое-кто из знакомых молодых людей. Двое или трое остались разговаривать. Все были приятели с Евгением Павловичем. Между ними находился один молодой и очень красивый с собой офицер, очень веселый, очень разговорчивый. Он поспешил заговорить с оглавой, и всеми старался обратить на себя ее внимание. Оглав была с ним очень милостиво и чрезвычайно смешиво. Евгений Павлович попросил у князя позволения познакомить его с этим приятелем. Князь едва понял, что с ним хотят делать, но знакомство состоялось. Оба раскланялись и подали друг другу руки. Приятель Евгения Павлович сделал один вопрос, но князь скажет, на него не ответил. Или это того, странно, промямил что-то про себя, что офицер посмотрел на него очень пристально. Вглянул потом на Евгения Павловича, тотчас понял, для чего тот выдумал это знакомство, чуть-чуть усмехнулся и обратился опять к Аглаев. Один Евгений Павлович заметил, что Аглаев внезапно при этом покраснела. Князь даже и не замечал того, что другие разговаривают и любезничают с Аглаев, даже чуть не забывал минутами, что и сам сидит подлиннее. Иногда ему хотелось уйти, куда-нибудь совсем исчезнуть отсюда, и даже ему бы нравилось мрачное пустынное место, только чтобы быть одному с своими мыслями, и чтобы никто не знал, где он находится. Или, по крайней мере, быть у себя дома, на террасе, но так, чтобы никого при этом не было, ни лебедева, ни детей, броситься на свой диван, уткнуть лицо в подушку и пролежать таким образом день, ночь, еще день. Мгновениями ему мечтались и горы, и именно одна знакомая точка в горах, которую он всегда любил припоминать и куда он любил ходить, иногда еще жил там, когда еще жил там, и смотреть оттуда, вниз на деревню, на чуть мелькнувшую внизу белую низку водопада, на белые облака, на заброшенный старый замок. О, как бы он хотел чувствиться теперь там и думать об одном. О, всю жизнь об этом только, и на тысячу лет бы хватило. И пусть, пусть здесь совсем забудут его, о, даже нужно, даже лучше, если бы совсем не знали его, и все это видение было бы об одном только сне. Да и не все ли равно, что во сне, что на его. Иногда вдруг он начинал приглядываться к Аглае и под пяти минут не отрывался взглядом от ее лица, но взгляд его был слишком странен. Казалось, он глядял на нее, как на предмет, находящийся от него за две версты, или как бы напарнили ее, а не на нее самую. «Что вы на меня так смотрите?» Князь сказала она вдруг, прерывая веселый разговор и смех с уклазающим. «Я вас боюсь, мне все кажется, что вы хотите протянуть вашу руку и дотронуться до моего лица пальцем, чтобы его пощупать. Не правда ли, Евгений Павлович, он так смотрит?» Князь выслушал, казалось, в удивлении, что к нему обратились, сообразил, хотя, может быть, не совсем понял, не ответил, но, видя, что она и все смеются, гром усилил. Офицер должен быть человек смешливый, просто прыснул от смеха. Соглая друг гневно прошептала про себя, идиот, «Господи, да неужели она такого, неужели же она совсем помешается?» проскрежетала про себя Лизавета Прокосова. «Это шутка, это же шутка, что и тогда с бедным рыцарем твердо прошептал ей на ухо Александра. И ничего больше, она по-своему его опять на зубок подняла, только слишком далеко зашла эта шутка, это надо прекратить, мама». Да, ведь она как актриса коверкалась, нас зашалась и напугала. «Еще хорошо, что она такого идиота напала», перешепнула с ней Лизавета Прокосова. Замечание дочери все-таки облегчило ее. Князь, однако, уже слышал, как его назвали идиотом и вздрогнул, но не от того, что его назвали идиотом. Идиота он тотчас забыл, но в толпе недалеко от того места, где он сидел откуда-то сбоку, он бы никак не указал, в каком именно месте и в какой точке мелькнуло одно лицо, бледное лицо с курчавыми темными волосами, знакомые, очень знакомые улыбкой и взглядом, мелькнуло и исчезло. Очень могло быть, что это только вообразилось ему. От всего видения остались у него и впечатления кривая улыбка, глаза и светло-зеленый французский шейный галстук, бывший на промелькнувшем господине. Исчез ли этот господин в толпе или прошмыгнул вокзал, князь тоже не мог бы определить. Но минуту спустя он вдруг быстро и беспокойно стал озираться кругом. Это первое видение могло быть предвестником и предшественником второго видения. Это должно было быть наверно. Неужели он забыл о возможной встрече, когда отправлялись в вокзал? Правда, когда он шел в вокзал, то, кажется, и не знал совсем, что идет сюда. В таком он был состоянии. Если бы он умел или мог быть внимательнее, то он еще четверть часа назад мог бы заметить, что Аглая изредка и тоже как бы с беспокойством мельком оглядывается. Тоже точно ищет чего-то кругом себя. Теперь, когда беспокойство его стало сильно заметно, возросло волнение и беспокойство Аглая. И лишь только он оглядывался назад, то чуть-чуть же оглядывалась и она. Разрешение тревоги скоро последовало. Из того самого бокового выхода из вокзала, близ которого помещались князь вся компания и получены, вдруг оказалась целая толпа. Человеку, по крайней мере, в десять. Впереди толпы было три женщины. Две из них было удивительно хорошо с собой и не было ничего странного, что за ними двигается столько поклонников. Но и поклонники и женщины все это было нечто особенное, нечто совсем не такое, как остальная публика, собравшись на музыку. Их тотчас заметили почти все, но большую часть старались показывать вид, что совершенно их не видят. И только разве некоторые из молодежи улыбнулись на них, передавая друг другу, что-то спал голосом. Не видеть их совсем было нельзя. Они явно заявляли себя, говорили громко, смеялись. Можно было предположить, что между ними многие хмельные, хотя на вид некоторые были в французских изящных костюмах. Но тут же были люди весьма странного вида в странном платье, странно воспламененными лицами, между ними было несколько военностей, были ими из молодежи, были комфортно одеты, в широко изящно шитом платье, с перстнями и запонками, великолепных смоля на черных паниках и бакенбардах и с особенно благородной, хотя несколько брезгливой осанкой публицей, над которых почем стороняться в обществе как от чумы. Между нашими загородными собраниями, конечно, есть и отличающиеся необыкновенные учинности, имеющие особенно хорошую депутацию, но самый осторожный человек не может всякую минуту защититься от кирпича, падающего в соседнем воду. Этот кирпич готовился теперь упасть и на чинную публику, собравшуюся у музыки. Чтобы перейти из вокзала на площадку, где расположено оркестер, надо было сойти три ступеньки. До самого этих ступенек остановилась толпа. Сходить не решались, но одна из женщин вызвала спелы. За ней рассмелились последовать только двое местных. Один был довольно скромный виду человек с этим следствием личной здоровьей в всех отношениях, но имевший вид решительного бабуля ответить в таких, которые никогда никого не знают и которых никто не знает. Другой, не отставший от своей дамы, был совсем оборванен самого двусмысленного вида. Никто больше не последовал за эксцентричной дамой, но, сходя вниз, она даже не оглянулась назад, как будто ей решительность было все равно, следует за ней или нет. Она смеялась разговаривала по-прежнему, одета была с чрезвычайным вкусом и богатой, но несколько пышнее, чем следовало. Она направилась мимо оркет на другую сторону площадки, где близ дороги ждала кого-то чья-то коляска. Князь не видал ее уже слишком три месяца. Все эти дни по приезде в Петербург он собирался быть в нее, но, может быть, тайное предчувствие останавливало его. По крайней мере, он никак не мог загадать предстоящие ему впечатления при встрече с нею. А он со страхом старался иногда представить его. Одно было ясно ему, что встреча была тяжелая. Несколько раз припоминал он эти шесть месяцев то первое ощущение, которое произвело на него лицо этой женщины. Еще когда он видал его только на портрете, но даже воспечатление от портрета припоминал он, было слишком много тяжелого. Как месяц в провинции, когда он чуть не каждый день везелся с ней, произвел на него действие ужасное, до того, что князь отгонял иногда даже воспоминания об этом еще недавнем времени. В самом лице этой женщины всегда было для него что-то мучительное. Князь, разговаривая с Рогожиным, перевел это ощущение бесконечной жалости. И это была правда. Лицо это еще с портрета называло из его сердца целое страдание жалости. Это впечатление сострадания и даже страдания за это существо не оставляло никогда его сердце. Не оставило и теперь. О нет, даже было еще сильнее. Но тем, что он говорил Рогожину, князь остался недоволен. И только теперь в это мгновение ее внезапного появления он понял может быть непосредственным ощущением чего недоставало в его словах Рогожину. Недоставало слов, которые могли бы выразить ужас. Да, ужас. Он теперь в эту минуту вполне ощущал его. Он был уверен, был вполне уверен по своим особым причинам, что эта женщина помешанная. Если бы, любя женщину более всего на свете или предвкушая возможность такой любви, вдруг увидеть ее на цепи, за железной решеткой, под палкой смотрителя, то такое впечатление было бы несколько сходно с тем, что ощутил теперь князь. Что с вами быстро пошептала Аглая, оглядываясь на него и наивно дергая за руку. Он повернул к ней голову, поглядел на нее, взглянул в ее черные, непонятно для него сверкавшие в эту минуту глаза, попробовал усмехнуться ей, но вдруг точно мгновенно забыл ее, опять отвел глаза направо и опять стал следить за своим чрезвычайным введением. Настасья Филипповна проходила в эту минуту мимо самых столев барышей. Евгений Павлович продолжал рассказывать что-то должно быть очень смешное и интересное. Александр Иванович говорил быстро и одушевленно. Князь помнил, что Аглая вдруг произнесла полушепотом «Какая слово неопределенное и недоговоренное!» Она мигом удержалась и не прибавила ничего более, но этого было уже довольно. Настасья Филипповна проходившая как бы не примечая никого, особенно вдруг обернулась в их сторону и как будто только теперь и приметила Евгения Павловича «Ба! Да весел!» скрикнула она вдруг останавливать «То ни с какими курьерами не отыщешь!» «Как нарушно там сидишь, где не вообразишь!» «Я ведь думала, что ты там, у дяди!» Евгений Павлович вспыхнул, бешено посмотрел на Настасью Филипповну, но поскорее опять из нее отвернулся. «Что, разве не знаешь?» «Он еще не знает, представьте себе!» «Застрелился!» «Дальше утром дядя твой застрелился!» «Мне еще давечего два часа сказывали!» «Да уж полгордость теперь знает!» «Трехсот пятидесят тысяч казенных нет, говорят, а другие говорят пятисот!» «А я-то все рассчитывала, что он тебе еще наследство оставит!» «Все просвистал!» «Развратнейший был старикашка!» «Ну, прощай!» «Бон шанс!» «Так неужели не съедешь?» «То-то ты в отставку заблаговеренно выслал!» «Хитрец!» «Да вздор!» «Знал!» «Знал!» «Заранее!» «Может, вчера еще знал!» «Хотя в наглом приставании, в афишевании знакомства и короткости, которых не было, заключалась непременно цель и в этом уже не могло быть теперь никакого сомнения, но Евгений Павлович думал сначала отделаться как-нибудь так и во что бы не стало не заметить обидчицы, но слова Анастасии Филипповны ударили в него в руках о смерти дяди, он побледнел как платок и повернулся в креста общицы. В эту минуту Визарета Фраконов быстро поднялась с места, подняла всех за собой и чуть не побежала оттуда. Только князь Лев Николаевич остался на одну секунду на месте, как бы в нерешимости, да Евгений Павлович все еще стоял, не опомнившись. Но и пончины не успели отойти и в 20 шагах как разразился страшный скандал. Офицер, большой приятель Евгения Павловича разговаривший с Аглая, был в высшей степени негодованием. Тут просто хлыст надо, иначе ничем не возьмешь с этой тварью, почти громко проговорил он. Он, кажется, был и прежде конфидентом Евгения Павловича. Настасья Филипповна мигом обернулась. Глаза ее сверкнули, она бросилась к стоящему в двух шагах и совсем незнакомый ей молодому человеку, державшему в руке тоненькую притемную тросточку, вырвала ее у него из рук и из-за всей силы хлестнула своего обидчика наискось по лицу. Все это произошло в одно мгновение. Офицер, не помня себя, бросился на нее. Около Анастасия Филипповна уже не было ее свитой. Приличный господин в средних лет уже успел стушеваться совершенно. Господин на веселе стоял в стороне и хохотал, что было мочи. Через минуту, конечно, явилась бы полиция, но в эту минуту горько пришлось бы Анастасии Филипповне, если бы не подоспела неожиданная помощь. Князь, остановившись только в двух шагах, успел схватить сзади за руки офицера. Вырывая свою руку, офицер сильно оттолкнул его в грудь. Князь отлетел шага на три и упал на стул. Но у Анастасии Филипповны уже явились еще два защитника. Преднападавшим офицером стоял боксер, автор знакомого читателя статьи и действительно член прежней рогожинской компании. Келлер, поручик в отставке, от рекомендовал он спортом. Угодно в рукопашную, капитан, то заменяю слабый пол к вашим услугам. Произошел весь английский бокс. Не толкайтесь, капитан. Сочувствую кровавой обиде, но не могу позволить кулачного права с женщиной на глазах публики. Если же как прилично благороднейшему лицу на другой манер, то вы меня, разумеется, понимать должны, капитан. Но капитан уже опомнился и уже не слушал. В эту минуту, появившийся из толпы рогожин, быстро подхватил подругу Настасью Филипповну и повел ее за собой. Своей стороны рогожин казался потрясенным ужасом, был бледен и дрожал. Уводя Настасью Филипповну успел таки злобно засмеяться и в глаза офицера и с видом торжествующего гостиной дворца проговорить. Чю, что, взял рожа-то в крови, Чю, опомнившись, совершенно загадавшись, кем именно делом, офицер вежливо, закрывая, впрочем, лицо плотком, обратился к князю, уже ставшему со стола. Князь Мышкин, с которым я имел удовольствие познакомиться, она сумасшедшая, помешан, уверяю вас, отвечал князь дрожащим голосом, протянув к нему для чего-то свои дрожащие руки. Я, конечно, не могу похвалиться такими сведениями, но мне надо знать ваше имя. Он кимнул головой, зашел. Полиция подошла ровно пять секунд спустя после того, как скрыть последние действующие лица. Впрочем, скандал продолжался никак не доля двух минут. Кое-то и спутки встали со стульев и ушли, другие только переселились от них мест на другие. Третьи были очень рады скандалу. Четвертые сильно заговорили и заинтересовались. Одним словом, дело кончилось по обыкновению. Оркестр заиграл снова, князь пошел в связи и кончеными, если бы он догадался, или успел взглянуть налево, когда сидел в мастуле. После того, как его оттолкнули, то увидел бы Аглаю, шагал двадцать от него, остановившуюся глядеть на скандальную сцену и не слушавшую призывов матери и сестер, отошедших уже далеко. Князь еще подбежал к ней, уговорил ее наконец-то скорее уйти. Но Лизавета Прокосина запомнила, что Аглая воротилась к ним в таком волнении, что вряд ли и слышала их призывы. Но ровно через две минуты, когда только вошли в парк, Аглая проговорила своим обыкновенным, равнодушным и капризным голосом. Мне хотелось посмотреть, чем кончится комедия. Субтитры сделал DimaTorzok